Главный храм Челябинска обрел голос в день крещения Руси. В строящейся церкви Рождества Христова ненадолго приостановили работы. Провели праздничное богослужение и чин освящения новых колколов. Их 13, вес самого крупного больше 8 тонн. Как звучит будущий кафедральный собор, репортаж Ивана Лежнина. Голос митрополита разносится эхом по храму. Обычно голые бетонные стены сегодня украшены ликами святых. По углам каноны – специальные подсвечники, а в центре зала – аналои, столы с иконами. Строительные работы в возводимом Христорождественском соборе ненадолго приостановлены. В церкви проходит божественная литургия. Сейчас мы все пройдем на чин освящения колоколов для святой нашего собора. Чин освящения колоколов для будущего кафедрального собора проводят в день крещения Руси. Инструментов для церкви отлита 13, по аналогии с апостолами и Иисусом. Изготовили колокола в Каменске-Уральском Сверловской области. Звон самого большого благовеста будет слышен по всему городу. Шесть лет назад в фундаменте кафедрального собора в честь Рождества Христова был заложен первый камер. Сегодня, в день крещения Руси, что очень символично, мы освящаем колоколам. Уже через несколько минут со звоном первого колокола Рам обретет собственный голос. И вот он, первый звук голоса храма. Колокола собора на 80% состоят из меди и на 20% из оловом. Сверху покрытие малекоты. Оно будет отталкивать влагу и защищать сплав несколько веков. С этого дня колокола будут возвещать людям, живущим в окрестах о Боге. Будут напоминать им, что Бог над всеми над ними. Будут напоминать о вечных нравственных ценностях, которые нам всем Бог подрисует. И которые, дорогие братья и сестры, в нашей жизни должны присутствовать. Высота готового храма Рождества Христова будет больше 60 метров. Окончание строительных работ запланировано на январь следующего года, после чего начнется облицовка. Когда собор будет полностью готов, сказать сложно, ведь возводят его на пожертвование. А пока колокола не подняли на колокольне церкви, позвонить в них разрешили прихожанам.